Я думаю, что существование зла по большому счету смысла вообще не имеет. То есть, когда ты видел Бога, когда Бог к тебе пришел, это не просто так. Иногда Господь позволяет нам с Ним торговаться. Ну так получилось, метеорит упал, все. Остановимся на этом, остановим разговор вот сейчас. Всем привет! Это подкаст «Книга книг». Меня зовут Николай Волков, и сегодня у меня в гостях преподаватель Заокского университета Светлана Петрищева. Здравствуйте. Здравствуйте. В разговорной речи выражение «Содом и Гамора» означает крайний разврат и безнравственность, а в переносном смысле – шум и суматоху. И сегодня мы обсудим, откуда произошел этот фразеологизм. Начнем с географии. Где располагались эти города? Считается, что эти города были расположены в окрестностях долины Сидим, это южная конечность Мертвого моря. Поэтому вот Иорданская долина где-то там предполагает, что это было там. А какие народы или племена их населяли? Библия говорит, что там жили хананеи, такая вот народность. Почему Бог решил уничтожить Содом и Гаморру? Ну, по словам самого же Бога, когда Он приходит к Авраму и начинает рассказывать, почему Он решил уничтожить, Он говорит, что велик вопль. Что это означает? Это означает, что накопилось очень много жалоб на этот город, то есть очень много беззакония было этими людьми совершено. Поэтому Господь как бы приходит и кладет конец вот этим беззакониям. То есть Он решает положить конец тому злу, которое там творилось. То есть дальнейшее существование этого зла, оно не имело никакого вообще смысла? Ну, я думаю, что существование зла по большому счёту смысла вообще не имеет. Но, вы знаете, у Господа есть такое понятие, мы встречаем его в Священном Писании, как меры беззакония. Что это такое, до конца, наверное, непонятно, но, скорее всего, что это может быть? Когда Господь видит, что пройдена какая-то точка невозврата, когда люди в своих, может быть, решениях, в своих делах, в своих поступках заходят настолько далеко, что происходят последствия, необратимые для этих людей, для общества, в котором они живут. И чтобы прекратить это зло, Господь очень часто использует вот такие вот жесткие, ну, как бы с нашей точки зрения жестокие, да, суровые меры. Вот что-то похожее случилось с потопом. Да, вот такая же ситуация была, когда Господь положил просто конец вот этой мере беззакония, которая уже тогда была наполнена. Поэтому вполне возможно, что с Содомом и Гомором случилось то же самое. То есть это чем-то даже похоже, наверное, на... Вот бывают какие-то необратимые последствия с рукой, с ногой, да, которую нужно, получается... Ампутировать. Ампутировать, да. Да, вполне возможно, потому что как бы зло на самом деле это серьёзно. И мне кажется, единственная причина, по которой Господь до сих пор терпит зло на нашей планете, это просто чтобы дать людям шанс уйти от этого зла и стать другими. Но когда Господь видит, что люди прошли какую-то вот такую вот грань за пределами чего-то, то этому имеет смысл положить конец. Почему? Потому что начинают в это зло вовлекаться остальные люди. Они смотрят, это безнаказанно. Они смотрят, что зло процветает. И тогда в головах совершенно меняются парадигмы восприятия настоящего. Люди считают, ага, Господь попускает это зло, Господь смотрит спокойно на это, может быть, Богу даже это угодно. И люди, которые в этом раньше не участвовали, они начинают в этом участвовать и начинают делать то же самое. И когда Господь видит, что происходит что-то подобное, Он кладёт обычно конец источнику зла в том или ином случае. Вот даже написано, что человек создан по образу Бога. И, наверное, будет правильно сказать, что когда человек теряет этот образ Бога в себе, тогда, наверное, уже… Вы знаете, мне кажется, мы все потеряли однажды в Эдеме образ Бога, но, к счастью, не безвозвратно. И, мне кажется, вся наша жизнь нам, в принципе, дана для того, чтобы мы потихонечку этот образ при помощи Божьей восстанавливали в себе. И вот когда Господь видит, что человек категорически отказывается это делать, делает зло и вовлекает туда ещё других людей, которые до этого в этом не участвовали, это очень опасная ситуация. Мне кажется, Содом вот он перешагнул эту границу. А вот каким образом Авраам узнаёт о грядущем уничтожении Содома и Гаморы? Ну, это интересная история. Это летний день, приятная атмосфера, жарко. Авраам сидит по дубам, и вдруг он видит трёх странников. Конечно, вот обычаи восточного гостеприимства требуют, чтобы он пригласил их к себе. Он приглашает, он кормит их, он общается с ними, и он обнаруживает, что это не просто странники. Да, потому что когда он начинает разговаривать с ними, вдруг оказывается, что один из них, он делает пророчество на год вперёд и говорит, что я приду через год к тебе, и у тебя будет сын. Мы знаем ситуацию с Авраамом, что это была проблемой многие годы. Обещанный сын, Богом обещанный сын, он никак не появлялся. И вот этот странник объявляет, что через год я приду, у тебя будет сын. И Сара начинает смеяться, но смеяться тайно. Она слышит этот разговор, но не участвует, как положено восточной женщине. И что самое интересное, один из этих же путников, который предупредил, что через год будет сын, он, оказывается, умеет читать мысли. И он, оказывается, умеет слышать то, что не слышат остальные. То есть он обличает Сару и говорит, а почему Сара рассмеялась? Почему Сара усомнилась, что это вообще возможно? И вот эти все признаки или поведение этих странников, оно наводит Авраама на мысль, что это не просто странники, что к нему пришёл Всевышний в гости. Вот так просто. И когда они уже прощались, тот же самый, та же самая Личность, она предупреждает, что вот идёт сделать ещё кое-что, уничтожится Дом и Гаморру. Кто это мог быть вообще под видом этих странников? Ну, вы знаете, в Библии же написано, их сам Иисус сказал, что Бога не видел никто никогда. Но Авраам называет Господин, ту Личность, которая к нему обращается, и которая была у него в гостях. В то же время Иисус назван ангелом лица Господня в некоторых местах. Вполне вероятно, что как раз это был Иисус до своего воплощения. То есть это Божественная Личность, которую при воплощении мы знаем под именем Иисус. И вполне вероятно, что это был именно Он, потому что Он уже давно выходил на контакт с человечеством, то есть с теми, кого Он, в принципе, собирался спасти. Вполне возможно, что это было. А вот почему написано, что Бог решил сойти и посмотреть, верно ли, что они заслужили уничтожение. Как такое вообще может быть, если Бог всеведущий? Да, Бог действительно всеведущий. Но вы знаете, вот этот язык, когда говорится, что Бог пришёл посмотреть, на самом деле это язык суда. Вот что-то похожее мы видим с Вавилонской башни. Помните, они строили, 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 что Господь не видел. Он видел, что Господь не знал, знал. Но есть такое интересное выражение «спустился Господь посмотреть». То есть вот когда в Библии Господь обращает на что-то внимание, Господь к кому-то, к чему-то приходит, это язык суда. То есть в это время происходят какие-то кардинальные вещи вот с тем, на что Господь обращает внимание. Вот когда Господь спустился и посмотрел на Вавилонскую башню, смешались языки. Когда Господь пошёл посмотреть на Содом и Гамору, так сказать, пошёл посмотреть, Он знал, что там происходит, то случилась гибель Содома и Гаморры. Это один момент. Мне кажется, что именно поэтому в иудейской культуре было такое, можно сказать, поверье, что они даже говорят в Священном Писании, можно найти эти слова в Ветхом Завете, «Я видел Господа, и осталась жива душа моя». То есть когда ты видел Бога, когда Бог к тебе пришёл, это не просто так. Это язык суда, что-то будет. Это один момент. Второй момент — Господь, конечно, всё знает. Но прежде чем совершить свой суд, Господь действует открыто. То есть это открытое следствие. Он показывает, почему, Он показывает, за что, и Он показывает, как Он будет совершать этот суд. То есть Господь действует открыто. Он бы мог просто взять и уничтожить этот город, и никому ничего не сказал бы, и Он имел на это право. Это суверенная Личность. Но Он действует открыто ради нас. И вот представьте, что если бы Он этого не сделал, мы бы просто не знали, Что это сделал Господь. То есть это такой акт уважения к человеку? Это акт справедливости. И акт открытости. И сейчас это модно называть демократией, да, когда какая-то верховная Личность, она действует открыто. Вот он действует открыто. Он действует на равных. И мне кажется, третий момент, почему Господь приходит и делает вот это вот, хотя Он знает, что там происходит, и сообщает об этом Аврааму, чтобы когда это случилось, люди не говорили, что это случайно. Потому что, ну, вы знаете, мы имеем такую тенденцию, как люди, да, мы можем говорить, ну, там, понимаете, вот метеорит упал. Вот, ну, так получилось. Вот, метеорит упал. Ну, вы же понимаете, что это просто вот физические явления случились. И Господь, мне кажется, намерен показывать, что это сделал Он. Почему? Потому что в округе все знали, что это за города. И все знали, чем они занимаются. И все знали, насколько развращенным и аморальным является поведение этих людей. И когда они понимают, что это сделал именно Господь, что именно Господь поставил точку в существовании этих городов. То есть это что-то им говорит о Боге, что Господь другой. Он не поощряет это зло. Он против этого зла. И делать так не надо, потому что с тобой может случиться то же самое. Почему Бог предупредил Авраама о том, что собирается разрушить эти города? Ну, во-первых, Авраама эти города были, как это сказать, хорошо известны и знакомы в некотором смысле. Почему? Мы знаем, что там жил его племянник Лот со своей семьей. То есть там жили его, я даже не знаю, как это называется, дети племянника. Это внучатые племянники, ну, в общем, родственники Авраама. Двоюродные внуки. Двоюродные внуки. Вот кто-то жил, да. В общем, это были дети племянника Авраама. Они жили семьями, то есть довольно большой клан был. Но помимо этого, мы читаем же вот в предыдущих главах книги «Бытье», что однажды Авраам спас жизнь этому городу, буквально. То есть на этот город напали цари. Они разгромили эти города. Они увели жителей в плен. Они там чуть ли не сожгли всё. И именно Авраам пришёл и спас эти города. И он, вполне вероятно, он знал лично царя этого города. И царь относился к нему очень уважительно. Он знал кого-то из вельмож. Возможно, он знал каких-то высокопоставленных людей этого города. То есть это не то, что не имело к Аврааму никакого отношения. Он был знаком с этими людьми. То есть это были люди по соседству, которым он помогал в своё время. Не чужие. Не чужие. И Господь как бы ставит его в известность. И вот мы уже говорили об этом, да? Чтобы когда это произойдёт, Авраам понимал, что это Бог сделал, что это не просто так. А зачем Авраам стал торговаться с Богом? Это вообще интересная вещь. Мне кажется, что, знаете, вот у нас где-то вот в подкорке сидит, что мы на самом деле милосерднее Бога. Вот когда что-то происходит, мы говорим, ой, ну как же так, Господь же как так мог поступить? Вот я бы, да, дал бы ещё второй шанс. Вот я бы никогда не допустил в жизни человека вот этих трудностей. И вы знаете, мы вот с такой... Мне кажется, это иногда на уровне подсознания происходит. Мы вот с такой позиции иногда начинаем очень яро молиться за наших близких людей, потому что нам кажется, Бог несправедлив, Бог не милосерд к ним. Как Он мог так поступить? На самом деле вот не надо быть милосерднее Бога, потому что Он любит нас так, как никто и никогда. И в Библии есть замечательный стих. Бог сам говорит это. Я не хочу смерти грешника. То есть не праведника, а именно грешника. Господь говорит, я не хочу этого. И более того, в Библии есть места, где написано, Господь говорит о суде, когда Он совершает суд. И Он говорит, для меня это необычайное дело. Непривычное и необычайное. Я не люблю это делать. Поэтому, мне кажется, в некотором смысле Авраам вот посчитал, что Он Бога милосерднее. А изменил ли разговор с Авраамом решение Бога? Мне кажется, нет. Господь был готов к диалогу. Вот это интересное качество Господа, когда Господь открыт к диалогу. И вот Он же не сказал Аврааму, когда тот начал торговаться и говорить, ну, 50 праведников. Господь говорит, ты что себе позволяешь? Вообще, Авраам, ты какого обо мне мнения? Как ты мог вообще подумать, да, что я, если 50 праведников, не поймил Егор? Нет, Он спокойно продолжает вот этот разговор. То есть и Авраам, мы помним, до какой цифры дошёл, да, сколько у него там, остановился он на скольки праведниках, да, мы помним. И Господь просто ушёл уже потом и сказал, говорит, всё, достаточно, давай, всё, остановимся на этом, остановим разговор вот сейчас. И там было меньше 10 праведников. То есть, мне кажется, Господь допустил вот этот диалог с Авраамом. Когда погиб город, Авраам понимал, что там даже 10 не было. То есть, мне кажется, в глазах Авраама этот город, он даже не представлял, насколько всё плохо, понимаете? Он даже не представлял, насколько ужасная ситуация. И вот когда после вот этой торговли, когда он Бога, да, вот такие вынудил, говорит, ну 10, давай вот 10, там вот что-то ещё. И когда гибнет город, он понимает, что там даже стольки не было. То есть, иногда Господь позволяет нам с ним торговаться, чтобы мы поняли какие-то вещи. Во-первых, о том, что мы не милосерднее, чем он. А во-вторых, наверное, чтобы мы поняли, насколько реально та ситуация, в которой Господь действует. Вот чтобы мы реальную ситуацию видели, а не ту, какая у нас вот в нашем воображении или в сознании. В Библии также есть история про Иону и город Ниневию. Вот на ваш взгляд, чем Содом и Гоморра хуже Ниневии? Она ничем не хуже. Мне кажется, она даже лучше. Вы знаете почему? Потому что вот Ниневию же Господь помиловал. Да, их пощадили. Да, да. Но вот он за что их помиловал? Там же получилось, что Господь посылает пророка Иону. И Иона там три дня ходит по Ниневии и говорит, 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И вот в течение 40 дней народ кается, постится, молится, и Господь их милует. Правильно? Правильно. Сам Иона в шоке. Он говорит, я всегда знал, что ты именно такой Бог. Вот ты обещаешь истребить, а потом смотри, что происходит. Вот, Господь милосердный. Не надо быть милосерднее Его. Но, и смотрите, Ниневии был дан шанс, да? Который длился там 40 дней. Правильно? Покаяться, измениться. Они покаялись, они изменились. Но потом из библейского повествования мы знаем, что они опять вернулись к своим делам, и в конце концов Ниневия была Богом уничтожена. Смотрите, что происходит с Содомом. В Содоме все эти годы, пока вот они жили, там жил свой пророк, там жил свой Ионок. Кто это был? Это был Лот. Он жил постоянно на глазах этих людей. И в Новом Завете написано, что он мучился в праведной душе своей. Отчего он мучился? От того, что он жил по-другому. Он видел, как живут люди, которые вокруг него, и он понимал, что для него это неприемлемо, невыносимо. Но он продолжал там жить. И люди, которые это видели, они видели, что он другой. Более того, когда Господь допускает разгром этого города, вот когда цари разгромили этот город, увели всех в плен, он спасает именно Авраам. И все знают, что это Авраам, это дядя Лота. И все знают, что Авраам поклоняется Богу. И вы знаете, что интересно? Вот помните, царь Содомский, он же предлагает Аврааму за это дары. Говорит, вот давай, вот ты нам помог, вот бери, всё твоё, только мне людей оставь. Авраам не взял ничего. Он поступил так же, как Елисей в своё время, который исцелил вот прокажённого Неймана. Нейман принёс ему дары, и Елисей отказался от даров. Точно так же отказывается Авраам. Почему? Потому что он как бы показывает, это не моих рук дело. Вас спас Бог. Понимаете, вот в чём дело? И то есть Содом понимал, что вот этот Бог, он всемогущий на самом деле, он победил этих царей. Их боги за них не заступились, а Бог Авраама их спас. Они видели, как живут люди, которые поклоняются Богу Авраамам. То есть они на протяжении многих лет как бы были, как бы это сказать, в режиме евангельской программы. То есть жизнь Лота, общение периодически с Авраамом, вот это всё, оно оказывало на них какое-то воздействие. То есть они видели на самом деле, кто такой Бог, как нужно поступать. Поэтому когда Господь их уничтожает, они уже всё знали. И у них шансов было намного больше, чем у Ниневии. Хорошо. Предлагаю поговорить о Лоте. Каким образом он оказался в Содоме? Всё деньги, всё богатство. Мы знаем, что в своё время Лот вместе вышел с Авраамом из Ура Халдейского, племянником вышел, и разбогател настолько, что пастухи Лота и пастухи Авраама, они уже не могли уживаться вместе. И Авраам очень, как бы это сказать, даже не по-восточному, и не по правилам, не хочется сказать приличия, но, наверное, по каким-то разумным даже правилам, он предлагает Лоту первым выбрать себе место для жительства. Хотя право первенства выбора принадлежало, по сути, Авраама, он был старше. И Лот, конечно, выбирает Орданскую долину. Он выбирает именно это место. Почему именно это место? Там проходили торговые пути. Содом и Гамор – это были очень богатые города. Кроме того, что там проходили торговые пути, они активно занимались торговлей, обменом и всем остальным, там были плодородные почвы. Когда мы говорим о долине реки, это всегда земледелие. И оно было успешным, скотоводство и так далее. И, конечно, это приличало. То есть, говоря современным языком, Лот просто выбрал экономически развитую страну, так сказать. Экономически развитое место, чтобы пожить и растить там своих детей. И вот он туда и отправился. А было ли ему известно, какого нрава вообще жители Содома, когда он выбирал эту землю? Я думаю, что не настолько, насколько там всё было на самом деле. Я думаю, что он же всё это время жил с Авраамом. И я думаю, что что-то он знал. Потому что слухи ходили. И вот Господь, когда приходит истреблять, он говорит «велик вопль». То есть люди, окружающие народы и города, они понимали, что там происходит, и что-то рассказывали. Но мне кажется, насколько всё плохо, он не представлял. И вы знаете, когда нам очень хочется какой-то экономической выгоды, денег, когда нам хочется развить свой бизнес где-то, мы намного готовы закрыть глаза. И мне кажется, что Лот, он где-то пошёл на эту сделку. Он понимал, что он идёт не в самое лучшее место. Он понимал, что да, он слышал, что нравы там не самые-самые лучшие. Но очень уж хотелось благополучной, сытой жизни в достатке, с хорошим заработком. Вот что-то такое. Хорошо. В следующий раз мы обязательно продолжим обсуждать эту интересную тему. А перед тем, как закончить наш подкаст, друзья, я приглашаю вас на наш сайт книга-книг.инфо для того, чтобы глубже изучить Библию, проходя уроки. Поэтому заходите, регистрируйтесь, изучайте. Ну а вам, Светлана, спасибо большое за интересную беседу.